Всем привет! Ну что, долгожданная, амбициозная экранизация второй части романа «Оно» от Стивена Кинга добралась таки до кинотеатров. И главные вопросы. Смогла ли она оправдать ожидания? Хорошо ли она завершила эту известную историю от мастера ужасов? И самое главное и самое важное, как она смотрится и держится на фоне с первой частью. Ну что, давайте разбираться. Погнали! Ты сбракал! Я захынул! Ты сбракал! И я вверх! Салютик Сразу скажу, что я не знаком с первоисточником. Взяться за чтение этого огромного романа «Оно» от руки как-то не доходили. Но зато я знаком с первой попыткой экранизировать эту сложную историю. В далеком 1990 году выходил мини-сериал, который попытался уместить в три с лишним часа огромную книгу. И могу сказать, что получилось у него, ну, так себе. Постоянные флешбеки, которые скачут туда-сюда по таймлайну. Ограниченный телевизионный бюджет и так далее. Да, конечно, нагнать жути сериал был в состоянии, но сейчас его смотреть сложно и временами даже скучно. Авторы новой экранизации поступили, как по мне, очень грамотно, разделив историю на две главы. Показав героев сначала в молодости, ну и затем спустя 27 лет. Это дало нам больше времени на раскрытие персонажей и истории, в то время как в сериале начало растянулось где-то на целый час-полтора. И от постоянных прыжков во времени то туда, то сюда, ну просто начинала кружиться голова. Так как с выходом второй главы история новой экранизации завершена, то по идее можно было бы теперь полноправно сравнить старую версию и новую. Но я не вижу в этом необходимости. Разные подходы к первоисточнику и способы реализации. Да и проверку временем сериал, ну точно не проходит. К тому же я считаю, что оно 2017 года знаковый фильм. Он стал самым кассовым ужастиком за последние годы не просто так. Как по мне, главным его успехом является то, что он смог затащить в кинотеатры людей, которые хоррорами не интересуются. Лично я со многими общался и все они как один повторяли, я хоррора не люблю, не смотрю, но вот оно смотрел-смотрело. А все потому, что вкупе с интересной историей создатели удержали баланс. Фильм про схватку детишек со злобным клоуном был одновременно жутким и притягательным. Причем настолько, что смог понравиться и любителям хорроров, и обычным зрителям. И, как по мне, во второй главе этот баланс, ну вот немножечко, но нарушен. Фильм продолжает историю клуба неудачников. Все они повзрослели, уехали из любимого Стивеном Кингом штата Мэйн и живут своими жизнями. Но один из них все же остался в родном городе следить за тем, не вернулся ли Пеннивайз. Разумеется, последний возвращается, а это значит, что неудачникам предстоит вновь собраться и на этот раз разобраться с ним раз и навсегда. Хотелось бы отметить, что актеров на повзрослевшие версии персонажей подобрали просто превосходно. Тут и Джессика Чистейн, и Джеймс Макево, и даже Билл Хейдер. Ну, я думаю, и так понятно, что не в касте могут быть проблемы. Так, важный момент. Если вы боитесь даже мельчайших, тонюсеньких намеков на спойлеры, то обзоры лучше не смотреть. И этот в частности. Я могу сразу сказать, что фильм хороший и заслуживает вашего похода в кино. Наверное. Мне пора идти. Но, если вы хотите копнуть глубже, то идемте со мной дальше, потому что здесь вкусные конфеты, какие хочешь игрушки и, конечно, шарики. Первое, в чем вторая часть проседает, так это в атмосфере. Изменился сам тон повествования. В фильме больше юмора и комичных сцен. Ну, знаете, как у Марвел. И чего вот все решили, что такое подходит абсолютно для всех случаев. Это приводит нас к некоторым эпизодам, которые больше бы подошли, ну, я не знаю, например, Дэдпулу. Своей комичностью эти моменты выбивают из общего настроения фильма. Вокруг гибнут люди, всем видятся ужасы. Знаете, отличное время, чтобы вставить в этот напряженный момент забавную музыку, как в Дэдпуле. Прикольно же будет, да? Нет. Первая часть засасывала нас в суровые реалии американской глубинки. Нам показывали маленький городок Дерри со своими тайными и темным прошлым. Детей, которые столкнулись с непосильной угрозой. Все это складывалось в единый образ, который устрашал и притягивал. Да, в первой части тоже был юмор, но он прописан уместно и там, где нужен. У меня вторая часть вызывает, ну, прям сильнейшие ассоциации с третьим сезоном Stranger Things. Очень странные дела или загадочные события. В общем, как хотите, так и называйте. Там тоже вроде знакомые лица, знакомые локации, но все смотрится вот как-то иначе. Ведь раньше было мрачно, серьезно, а теперь мы включили режим Тор Рагнарек, и все стало комичным и смешным. Также некоторые важные эпизоды были поданы очень странно. Фактически умирает главный персонаж, но сняли это как-то без глубины, что не оставило толкового эмоционального следа. Ну и как любитель хорроров и ужастиков могу смело заявить, что в этом плане Оно 2 меня разочаровал. Нет, тут есть действительно страшные сцены и эпизоды. Выполнены они изобретательно и стильно. Правда, многие попали в трейлеры, так что полноценного сюрприза, ну, не получилось. Однако по-настоящему криповых моментов гораздо меньше, чем в первой части. Любители хорроров все это уже видели, вот тут и нарушается баланс. Не знаю, может быть я, конечно, много пересмотрел, но это спорный момент. Видно, что пениваясь, но очень сильно расстроен своим поражением в первой части. И бросает все, что может на клуб неудачников. Старается прям изо всех сил. Топит нас литрами крови, бросается скримерами. Но переплюнуть начальную сцену из первого фильма по напряжению так и не получается. Большинство пугалок старались делать максимально отталкивающими, страшными, мерзкими. И из-за этого они превратились в какие-то карикатуры. Пусть я мне так плела. Пусть я мне так плела. Пусть я сейчас нафиг летишь. Они нагло лезли в камеру, чтобы я их хорошенько так рассмотрел, испугался. Ну, я рассмотрел и мне было не страшно. Я не знаю, как такое возможно, но они меня не пугали. Наоборот, финал картины вообще отдаленно напомнил мне эпизод шоу Скубиду. Сиджай месивый, вот-вот мы узнаем, кто же все-таки убийца. Короче говоря, перестарались, ребята. Но все равно хочется отдать авторам должное. Ведь, насколько я знаю, финал романа тоже многих разочаровал. Но создатели выкрутились и подали кульминацию в целом достойно. Особенно если вспоминать сериал. Ой, фу. Это, насколько я знаю, распространенная проблема для Стивена Кинга. Крутые сетапы, которые ведут к спорным пей-оффам. Что мне понравилось, фильм эту тему, кстати говоря, обыгрывает. Постоянно подшучивая над персонажем Макивоя. Который играет писателя, но финал его рассказов, ну, так себе. Так, что-то получается, наговорил я кучу гадостей, да? Но поймите меня правильно. Основные мои придирки касаются лишь хоррор-составляющей. Как по мне, в плане ужасов вторая часть слабее. В частности, из-за смены тона. Я могу сравнить этот фильм с сиквелом Астрала. У которого главной задачей было стремление рассказать интересную историю. А ужасы уже ушли на второй план. Точно такая же ситуация и с Оно 2. Но в итоге я считаю, что посмотрел хорошее кино. Если вам понравилась первая часть и вы хотите знать, чем все закончилось. То продолжение нужно посмотреть обязательно. История клуба неудачников закончилась. Городок Дерри в штате Мэйн наконец-то может спать спокойно. Однако, если честно, расставаться с этими персонажами мне бы не хотелось. И я, в принципе, с радостью посмотрел бы высосанный из пальца триквел. Ну, разумеется, у вас может быть совершенно другое мнение. Не забывайте, что я все-таки на ужастиках собаку съел. Поэтому, может быть, эта часть фильма меня поэтому и не впечатлила. В общем, своим мнением не стесняйтесь делиться где. Правильно, в комментариях. Также ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Увидимся. Пока. И здесь все летают, Джорджи. У-у-у.